Привет, друг! С тобой Эван. И мы дождались, пацаны. Это обновление 1.4. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать. И мы начинаем. Ты это, досмотри ролик до конца, там еще конкурс будет на безрутках. Наконец-то вышло новое обновление на СМОТРЕ, нежданно-негаданно. Так что давайте сейчас начнем. А перед началом ролика хотел сказать, что у меня есть свой личный промокод Эван. Если вы захотите поиграть на этом сервере, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Короче, давайте начнем с маленького чиншолога. Что же изменено? Там куча багов исправили. Обновлены новые значки на карте. То есть вот добавили Мерседес, БМВ, Лада. Вместо тюнинга добавили вот это HPC. HPC, если кто не знает, это тюнинг ателье, который занимается БМВ. Ну, короче, Давидович попросил, они сделали его. Добавили новые ЕКХ, добавили стендап-клуб, кстати, где он здесь находится. А, вот он находится, стендап-клуб Камеди Клаб. Мы туда тоже сегодня заедем. Добавили новые одежды, пацаны, с Матра Вер. Где она находится? Вот синяя футболочка. Мы сегодня обязательно туда тоже съездим и что-нибудь прикупим. Также добавлены новые анимации ходьбы. Нажимаем Z, стиль походки. И здесь вообще очень-очень-очень много стилей есть. Суетная походка, но мне кажется... А, вот, немного изменилось. Так, давайте поставим лучше гангстерскую вот походку. Во, такая чистая. Хотя нет, это такой какой-то додик. Это петушиная походка, вот. Он, в принципе, пойдет. Все, садимся. Если что, можно ее изменить. Также давайте пройдемся по шинжлогу, что они еще добавили. Добавили, кстати, тачки в вот этот дом Давидовича. Друг, здравствуй. Добавлена, кстати, новая работа, как вы уже видели на экране. Она будет запущена в 3 часа ночи. Ну, в принципе, эта серия выйдет где-то в 10 утра. И следующая серия, кстати, пацаны, выйдет где-то вечером, часов 6. Так что сегодня будет 2 видоса, посмотри. Вот, где мы посмотрим эту работу. Если что, это работа курьером. На своем автомобиле можете ездить по точкам и развозить товар. И зарабатывать за это деньги. Это мы обязательно посмотрим. Говорят, что она, типа, будет самая прибыльная. Ну, из-за того, что твоя тачка самая быстрая, типа. Также добавили штраф за непристегнутый ремень. Добавили новые тачки, кстати. Это BMW 7 F02, которая вот стоит в доме Давидовича. Сейчас мы приедем там, посмотрим. Добавили Audi RS7, Mustang GT500, BMW M6 F13, Mercedes CLS 218, Subaru Embrazo RX STI, BMW M5 F90 KS и Lamborghini Sian. Которая, кстати, на минуточку самая дорогая. Все мы тачки посмотрим, максималки, бензобаки, цены. Все это мы посмотрим дальше, так что не пропускай. Также заменены транспортные средства. На М8 ее убрали, вроде должны переделать полностью модельку с тюнингом. F90 убрали старую за... Ладно, спойлерну, за 13 лямов. Добавили новую за 15. Lamborghini Aventator SVG тоже там что-то переделали. И GTR тоже что-то переделали. Возраст средств пришел по цене утилизации, а не по цене автосалона, как в МТА. Конечно, это очень плохо. В принципе, с чиншлоком это все. Мы заезжаем на дом Давидовича. Блин, здесь музыка играет. И, думаю, мне апа не влепит. Короче, пацаны, что я буду перекриковать эту музыку. Что меня бесит? Они добавили 3D музыку. Но нельзя ее никак убрать. Это бред. Короче, стоит Бэха. Семерка. F02. Кузов. Дальше X. Все на номерах. E60 тень. Его... Кстати, это что такое? F90 зеленая. Которая ему нравится, так понимаю. Также стоит еще одна. F-ка. Молния. И Rolls-Royce молния. Но Rolls-Royce это неинтересно. Хотя, давайте посмотрим, сколько он стоит в аренде. А, вон аренда. Все. Я затупил. 150 тысяч рублей в час. 300, 600, 800 кулин... Лям в час. Не, ну, пацаны, такими темпами я могу лучше сам купить E60 и давать ее в аренду. Давайте проверим новый штраф. Вот как раз здесь камера находится на 180 вроде километров. А мы проедем где-то 100 километров с непристегнутым ремнем. Вот. Мне интересно, как было сфоткано. Вы не пристегнули ремень безопасности. Выписан штраф в размере 1 тысячи рублей. Угу. Понял. Думал, может как-то сфотографирует NPC типа в салоне через лобовой. Не знаю. Может так было бы интересно. Не просто сфоткали тачку. А, в принципе, давайте поедем сейчас. Посмотрим ЕКХ, как изменилось. Потом поедем, посмотрим стендап-клуб. Потом переоденемся и поедем чисто на концовочку. Посмотрим новые автомобили. А, еще и HPC. Сейчас мы по дороге в HPC заедем. Они сделали только в одном месте поинты. Вот слева. Где ты можешь купить номер. Здесь парковку сделали. И здесь парковку сделали. И сразу сколько места намного стало. Можно и там парковаться, и здесь парковаться. Вот, пацаны, кстати, новая вывеска. Вот HPC. И это на всех, всех, всех автостанциях. Кстати, они все без ворот опять. Вот, пацаны, кстати, новые именные рамки. Вот, они подсвечиваются. Прям как в жизни. Не помню, сколько они захотели в них в жизни бабок. Сейчас я его увиду на экран. Приехали в стендап-клуб. Вот, добавились, походу, какие-то входные двери. Чубачупсики всякие. Ага, это похоже не на стендап-клуб, если честно. И, конечно же, здесь никого нет. Но место чисто для ютуберов. Каких-то для сходок, для посиделок. Вот здесь такая вот примерочная. Если это нет, не черный выход. Ну ладно. Вот если бы админы делали там раз в неделю, какие-то там по воскресеньям, либо по субботам, либо по пятницам. Какой-то, я не знаю, вечер. Что-то интересное придумать. Мне кажется, было бы очень классно, что там все знают, что на сервере там в воскресенье, например, в 8 часов вечера. А все собираются в стендап-клубе, рассказывают шутки, угорают. Но чисто для сходок, мне кажется, самое то. В принципе, давайте сразу снимем лям. Так как мы едем в смотрушный официальный магазин одежды. А там есть Луи Виттон, хотя Луи Виттон может быть из-за донат очки. Мне кажется, даже ляма мне не хватит, чтобы там закупиться. Так, пацаны, мы подъезжаем. Здесь сразу, смотрите, сколько автомобилей. Кстати, с полюбом, вот, пока мы не проехали в автосалон, новый Субарик здесь стоит, вот такой. Это конь, кузов, если кто шарит. Вот целая основа и КТР новый. А надевку не добавили, надевку не добавили. Эвен Дос. Рейнбул, привет. Что здесь и почем, и как вообще называется. Давайте мы начнем, конечно же, с верхней одежды. Ну, в принципе, как я и думал, что здесь все за донат. Хотя куртка за 654 тысячи рублей. Нормально. Кофта Nike с каким-то просто кроссовками за 540 тысяч рублей. Суприм. Просто худи с названием Суприм за 847 тысяч рублей. Что я, как говорила, лям не хватит? Угу. Баленсиага. Вот, здесь куча всяких кофт. 866, да, трэшер. Угу. Они, может, еще бейм добавили. Адидас. Адибас. Сердечки. Кстати, а что крокодилочку так плохо? Это, не знаю, это нашнушка какая-то. Еще куча Суприма всякого. Просто всякого Суприма. Я не знаю, сколько на вторичке это будет стоить. 460 рублей доната чисто за кофту. А мы еще не смотрели с вами головные уборы, аксессуары, штаны, обувь. Давайте к штанам перейдем. Я просто смотрю на эти, блин, гуще вот эти. И сразу вспоминаются какие-то жирурхи в леопардовых лосинах. Не знаю, не обессудьте, но реально. Я бы прикупил, конечно. Я хоть и хейчу, но прикупил. Я же модник тот еще. Джинсы порванные за 340 тысяч рублей. Кстати, еще адекватно. Можно спросить, почему они такие непротекстурные. Tommy Hilfiger 165. Кстати, штаны очень дешевые по сравнению с кофтами. Так, следующее. Обувь. Кстати, я удивлен, что не за донат. Кроссы, кстати, очень качественные. Прям очень. Nike по 500к. Nike, Nike, Nike. Вот, кроссы за 750к Nike. Это же эти кроссы с Вилсакома, которые управляются с телефона. Умные вот эти. А здесь есть изики? Я хочу изики. Nike, 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 Nike. Донат, донат, донат. Airmax. Это что такое? Bubbles какие-то, не знаю. Adidas, eBay. Вансы есть здесь. Красивые, кстати. Вот мне бы подошли они. Но за 530 тысяч покупать одежду... Я еще не настолько свихнулся. Окей, что по очкам. Очки, да? Это что за муха? А, очки за лям 200. С этим обновлением на смотре. Можно сразу вставать возле этого магазина. И снимать чисто пародию на домоход. Отвечаю, будут такие пацаны, которые выйдут там. Кофта Луи Виттон, штаны Луи Виттон, обувь Луи Виттон, очки Луи Виттон. Цепь, серьги, еще какая-то херня. И там лямов 6 такой ходит пацан. И ездит на Жигулях. Головные уборы, все. Да надо, да надо, шляпа, шляпа, шляпа. Ну такой на Алиэкспрессе же стоит, я не знаю, в Украине гривен 20-50, я видел. 50 единиц, да? Платок, именно на голову. Кстати, а почему они маски не добавили? Маски, точно. Все, что у нас осталось посмотреть, это автосалоны. Садимся в этот Rolls-Royce и летим смотреть. Короче, они добавили новый Марс, это банан, CLS. Вот, сейчас давайте зайдем, посмотрим, сколько он стоит. А вот, 5,9. Кстати, недорого. В белом цвете смотрится идеально, как по мне. А еще антихром бы на него налепить вот здесь. Или побольше карбоновых деталей. Скорость 300 км в час. Объем бака 80 литров. В принципе, пойдет. Если, пацаны, вы еще не подписаны, то подписывайтесь, так как скоро выйдет ролик, как я снимал в МТА, какие тачки купить до 5 миллионов, до 1 миллиона, до 10 миллионов, до 25 миллионов, какие лучше джипы выбрать. Вот это все скоро будет на моем канале, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пацаны, я здесь ехал случайно к автосалону БМВ и увидел, я так понимаю, банк, это что, Тинькова? Не, в Украине живу, я не шарю. Они добавили банк Тинькова или что? Да, Тиньков банк. А в чем они, кстати, отличаются? По интерфейсу хотя бы чем-то отличаются? Нет. Круто, все, что Давидович пиарил, с кем он хорошо общается, оно будет насмотреть, я понял. Автосалон, собственно, БМВ. Заезжаем, нам всегда двери открыты. М5 F90 2020 года. Да, она была. Да, она стоила 10,5. Они решили ее убрать, добавить вот эту БМВ М5 F90 с шильдиком КС, вот в которой изменился, я так вижу, капот, колеса и спойлер появился. А, еще вот эти клыки. И она теперь стоит 15500. Объем бака тот же, скорость та же. Стоит ли покупать? Я бы не советовал. М6 F13. Вот, беленькая, на тюнинге таком, сразу маленьком, доктейли, карбончики, губе. Стоит 6350, что дороже банана. Скорость 305 км в час и бак 60 литров. На 5 км в час она превосходит CLS. CLS вроде как четырехдверный. И он, по идее, должен быть четырехместный. М6 двухместная. И она стоит на 400 тысяч дороже. И, возможно, тюнинг на нее будет стоить тоже дороже. Автосалон элитных автомобилей. Перед тем, как мы посмотрим на Lamborghini Sian, мы посмотрим на Lamborghini Aventador SVJ. Собственно, что здесь изменилось? После первого прокрута я заметил, что ровно нифига. Либо они добавили вот эти карбоновые детали, которые раньше не было. Вроде нифига не изменили. Вот, честно, я не вижу. Теперь самое долгожданное, зачем мы все-таки сюда приехали, это Lamborghini Sian. 255 миллионов рублей. Смотрится она неплохо. Едет она 400 км в час. Объем бака 90 литров. А теперь вот один вопрос. Стоит ли понты? Конечно, понты дороже денег, это спору нет. Но стоит ли переплачивать на столько? Ведь Bugatti Geron, старый добрый, стоит 120 миллионов. И он едет 430, и объем бака у него 100 литров. Стоит ли переплачивать и покупать Lamborghini Sian? Ну, конечно, это понты, это эксклюзив. Если у вас, конечно, там пару миллиардов, то почему бы и нет? Но я бы лично не купил. Хотя, кому я обманываю? Были бы у меня миллиарды, я бы купил один и вам подарил еще. Ехал только что, увидел хрусталика, он уже катается на Lamborghini Sian. И говорит, что на нее тюнинг вышел около 60 или 68 миллионов рублей. А мы, тем временем, приехали в автосалон. Мультибрендовый, короче. Ford Shelby GT500. Смотрится, мне кажется, вообще охрененно. Он такой на расширениях, такой злой весь. Ммм, 295 километров едет. Хотя, стоит 800. Если за эти бабки можешь купить и М6, и СЛС. И они будут ехать быстрее. Это чисто такой стилек, за который нужно платить. GTR, кстати, обновили и добавили модель Nismo. Audi R7. Новая. Вернее, не новая, а новая моделька. Потому что она не новая, она уже старая. Спойлер выдвигается, говорят, тоже. Едет 310, бак 65 литров и стоит 9 лямов. Могли бы сделать хотя бы наравне с Ешкой там. Или с М5. А что VRX через V, а через W? Главное, здесь на шильдике WRX, а здесь VRX. Конь, собственно, 250 едет, 59 литров в бак, лямб 700. Выглядит вообще очень охрененно. Обязательно прикупим в одной из следующих серий. Еще я забыл вам сказать, что прошел полный ребилдинг моделей дрифтовых. А именно RX-7. Вот видите, она стала на расширениях. Она стала стоить лямб 300. А теперь повысили цену на Nissan 180SX. Также на нее добавили вот это расширение Rocket Bunny, которое мне не нравится вообще. На расширение, конечно, на арках нормально. А вот эта херня сзади, вот этот диффузор снизу, ну, как по мне, вообще не очень. Mark, кстати, не повышали, Supra не повышали. А слива теперь лямб 400. Ну, кого было, я думаю, повезло. Пацаны, я выдурил Lamborghini Sian. Вместе с вами сейчас покатаемся. Я взял для превьюшки. Короче, моделька очень резкая такая. С выдвижным спойлером. Давайте пристегнемся и нажмем на салон. Посмотрим, что в салоне. Блин, руль Авинтадора. Внутри все с Авинтадора, типа, ну, монитор появился вот этот вместо кнопочек. Ну, в принципе, так и особо ничего не изменилось. Все, пацаны, замеряем 0 максималка. Давайте сейчас обороты, обороты и погнал. Погнал, погнал, погнал. Лучше 200, 300, 400. А, в принципе, все 399. Стоит уверенно, кстати, хендлинг не заносит. Хочу, кстати, по частям, которые поднимаются. Эн? Вот, двери открываются и капот открывается. Вернее, не капот, а багажник, а капот сзади. Что я могу сказать, пацаны? В принципе, мы посмотрели обновление 1.4. Все, что в нем было, цены, что изменилось. Мы не посмотрели только работу. Работу мы посмотрим сегодня в вечере, часов 6, 7, 8, как я и говорил. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. Также пиши в комментариях, что ты думаешь об этом обновлении. Также давайте поможем мне вывести этот ролик в топ. Нажмите, пожалуйста, на лайк и напишите комментарий. Ведь на этом видосе я очень постарался. И давайте в конце мы сделаем конкурс. Значит, 2 места по 250 тысяч. Давайте я веду какую-то традицию, что в каждом обновлении я буду разыгрывать какую-то энную сумму денег. Значит, 2 места по 250 тысяч. Что вам нужно сделать? Вам нужно написать комментарий с вашим ID ВКонтакте, чтобы в случае победы я вам смог отписать. Также поставить лайк данному ролику и подписаться на канал. А на этом всё. С вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.